Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Black Mesa. Мы завершили с этим исследовательским центром, и сейчас нам нужно выбираться наружу. В предыдущей серии мы пытались туда выбраться, нас моментально убили военные, поэтому я, честно говоря, не знаю, что именно нам сейчас там делать, давайте приготовимся маленько. Я поставил нормальный русификатор, ну, то есть, как нормально, теперь, как видите, эти надписи как-то странно, место сохранено, пишется BMS Saved, но, по сути, по крайней мере, диалоги, самое главное. Я никогда не забуду, что ты сделал для меня, для нас. По сути, все равно, я не знаю, я не думаю, что они очень важны, эти переводы, но, ладно, кому-то, возможно, будет легче, хотя я всю суть разговоров переводил, но пусть будет так. Для этого пришлось перевести весь Steam на английский язык, потому что, если Steam на русском языке, то эти русификаторы не работают. Так, сохраняемся по-быстрому, и сейчас эта Камикадзе пойдет. Офигенно. Хорошо так начали. Ну, ребята. Сейчас у нас все получится, я думаю. Гордон, может быть, если... Да, замолчи. Ой-ё-ё-ё. Она наверху, там, на крыше стоит. Это плохо. Так, ладно, да, твою мать. Блин, они... Враги! Зубастые просто в этой игре. 7% офигеть. Сохранимся, конечно. Так, что делаем дальше? Нам нужно как-то вынести эту турель. И она тут не одна, по-моему, да? Охрану порешетили все военные. Алло. Тихо-тихо, спокойно. Я маленько перепутал твое местонахождение. Часть теплый не пробьет, я думаю. Ай-ть, твою мать. Надо чуть повыше стрелять. Парабль летит. Так, давай, отключайся уже. Стрел... А-а-а, блин! Офигеть! Ну, что ж ты не перезарядилась-то? Ой, когда ж у нас что-нибудь пойдет по плану, а? Ну-ка, давайте попробуем, ладно. Нет, конечно же. Фу, наконец-то сломалось. Ну, надо сказать, у нас проблема. У нас осталось 7%. Это, то есть, пара выстрелов от любого солдата. Но, тем не менее... Прикольно. Тем не менее, мы живы, а не мертвы. Значит, все в порядке. Дарь, на машине поесть хоть, что ли? Рассекает. Вот это я называю зачистка. А-а-а! Блин, откуда? Ой, блин. Мне говорили, что эта игра, то есть, она вообще не терпит... ...как... ...себе... ...легкомысленного отношения. Сейчас я вижу, что да, это так. Так, ну был я вот тут. И пуля у меня прилетела... ...отсюда, что ли, откуда-то? Ой, не знаю, ребята. Откуда... ...там, поюма. Ага, понятно. Понятно. Значит, там же наверху стоят. Подожди, это та же самая или другая? Вот мы засели тут. Обалденно. Ты же сгоревшая уже. Где она там? Да елки-палки, ну. А-а-а, там ещё одна есть. Всё хорошо, эти две в минус. Наверняка не последние. О, отлично. Охране тупо не повезло. Возможно, да, нам повезёт зато. Блин, как и капец. Ничего. Доберёмся мы до лям до комплекса. Тем более, он как у нас хорошо, по здоровью всё. Так, ладно, что же делаем? Отсюда, естественно, не пройдём. Дверь. Ух ты. Чё-то это мне напоминает туннель в старой части. Мать. Да елки-палки, ну. А, умер. Прицел мне не нравится в этой штуке. Так. И вот так. Точно близкое на дальнее расстояние. Твою, вот дивизию, ну. Ещё. М-да. Шансов у них никаких не было. Сохраняемся нафиг. Кто говорит, что я часто сохраняюсь? На мой взгляд, лучше чаще сохраняться, чем чаще по несколько раз по одни и тем же местам бегать. Это будет вам очень интересно смотреть. Я думаю, если меня будут убивать, я потом полчаса буду возвращаться к тому же самому месту. Так что, прошу отнестись с вниманием. Это хорошо. Да, неплохо укрепились. Никто не выйдет. Ну, кроме Гордона Фримена, конечно. Компьютеры висят все. Часов полезного тут для нас нет. Зачем вам эти кирпичи-то вообще? А, выломали, понятно. Окно проломили. Лови тихо. Подкрепимся маленькой. Блин, он так аппетитно чавкать, что... Прям охота какой-нибудь. Колы и ничего не такое сходить купить. Но уже поздно все закрыто. Увы, братюня, увы. Шансов у вас вообще по нулям был. Так. Жидкое топливо. Счет у меня есть какие-то небольшие подозрения по поводу... Газ под большим давлением. Так. Не идет. Хорошо. Дотянется. Неужели мне просто стандартным огнестрелом это нужно все сделать? Да нет, смотри. Полку ноль. Так, что же дальше тогда? Ну, смысла в этом особого нет. Так, ну давайте думать тогда логически. Здесь у нас есть вход, но он перекрыт. Зайти я туда не могу. Там у нас написано... Транзитная система. А, ну, наверное, еще один такой же коридор. Блин, может из-за охранки как-то ее открыть. Да вроде нет. Это вообще все. Из строя увидено. Так, что-то, что-то я начинаю маленько сомневаться, потому что я знаю, что делаю. А, ну... То есть просто надо было вперед пройти. КАПЕЦ. Ну, как и обычно, короче. Я вообще подумал, что эта кнопочка ничего не сделает, потому что, блин... Ну, ладно. Ладно. Та, блин... Та, блин... Та, блин... Ничего, ребят, мы выберемся отсюда. Чего бы им это не стоило. Так, здесь все нормально. Хамви стоит. И посмотрели сюда так, по ощущениям, целую дивизию пригнали. Уже одни мы человек, наверное, сто убили. А тут еще стычки со... Всякими... Не самыми приятными формами жизни. Типа Гаргантюа там, минимум. Вортов. Ого! Офигеть. Как минимум двух солдат вижу. Ооо, ребята. А, блин, что-то стреляет, что-то. Так, на этом у меня нет патронов. Оф, хорошо. Не знаю, по-моему, вот эти вот все штуки, вот там, типа, звуком P5, их нужно отключить все-таки. Вон, Гордон бежит. Это такой капитан, очевидно, списал эти субтитры. Поэтому мы субтитры, диалоги только оставим. Мне кажется, так будет лучше. Хотя многим нравится. Ладно, ну, это часть, признаю, сделано довольно коряво. То есть, ну сколько полигонов в этом... Куски скалы. Я так и знал, что за босс. Тихо, 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 ребята. Тихо, 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 тихо. Блин, ну, по сути, Гордон принял все-таки страшный собака-человек. Сколько мы уже народу повалили. Кто же, кто же он был в жизни до этого инцидента? Просто мега-солдат какой-то. Ничего не страшного. Там больше никого. Что это за плотина? Для чего она тут вообще? Возможно, с этой плотиной питалась эта станция. То есть, она чисто обслуживает блокмессу. И тогда просто офигеть. Вы представьте, какой масштаб именно блокмессы, что для ее питания необходима такая дура. Обалдеть. Так, маленько подлечемся перестрелке. В данной игре настоящий олдскул. Есть что? Что-то есть. Шо? Пока что на таких расстояниях самое главное, что у нас есть, это револьвер. Без него тут, похоже, никуда. Офигеть, высота. Прям как дамба губера. Построение очень похоже. Твою мать. 13% издеваетесь, что ли? Твою мать. Я сохранился хоть давно, нет? С ума, блин, сойти. И что мне делать? Надо было вперед ломиться, наверное, в панике. Мда. Кэшталет, офигеть. Так, куда я тут могу пробежать? Тут дверь закрыта. Тут закрыта. Этим возможно. Та, блин. Нафиг, нафиг. Всплывать, я думаю, не самая лучшая идея. Да выбора у нас все равно нет. Да! Блин, вашу мать. Вашу мать, я не могу ничего встать. Такой зум был, когда она кусалась, как будто меня барнакл кушает. Да твою мать. Твою мать. Ааа! Ха-ха-ха. Да, вот и серий экшона такой забористый, что я даже не знаю, что делать. Так. Да это отдуреть просто. Хорошо, где вертолет. Так, жизни более-менее. Давайте сохранимся, чтобы по-новому не убивать эту хрень. Так, сейчас отстреляет. Все, поплыли. Да. Ну, это уже тоже не самый удачный исход событий. Давай покажем с той стороны. Стекло вроде держит. Да твою. Хорошо. Куда-то добрались. Это, как оказалось, мне вообще ничего не дает, конечно. По крайней мере, есть повод кое-кому отомстить. Да-ба! Блин, ребят, я не знаю, что делать на самом-то деле. Вот, смотри. Система спуска воды. Система спуска воды – это хорошо. Это мне... Я так чувствую. Вниз нужно. Давай, давай, пошел, 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 пошел. Пофигу на все. Офигеть, офигеть. Что, опять упали, что ли? Блин, игра что-то падает начала уже под конец. Я, честно говоря, расстраиваюсь по этому поводу. Вертолет. Вертолет, блин. Так. А, он улетел. Хорошо. Фу. Ну что ж. Была поездочка, да? Так, а что ж, куда мы-то пони заведем? Я думал, воды, конечно, будет больше после аварийного сброса. Ну, ладно. Из куда этот водосток ведет? Не знаю, но течение нас, по идее, несет в эту сторону. Так что, поплыли. А вот в этом моменте игра дико напоминает Half-Life 2. Там, помните, момент, когда на этой катамаране катались? Катамаран не хватает, собственно. Ах, твою мать! Без вас тут тошно. Что-то в игре, на самом деле, стало как-то посложнее, серьезно так. Последние серии 2. Это хорошо. Ничего страшного. Да, блин. Еще бы не баги вот эти странные. Это, я думаю, патчами попробуют. Так, ты без претензий. Но постоянно какие-нибудь пролезания сквозь текстуры появились. Что-то эдакое. Так, ладно, возьмем дробовик. Погнали. Надеюсь, в этот момент тут не хлынет какая-нибудь жидкость. Что это? Куда это мы пришли? Очень нестабильная игра стала работать. Возможно, из-за русификатора, возможно, нет. Появились какие-то вот артефакты, типа там, несуществующих текстур. То есть, дыр в текстурах, которые ведут там куда-то в открытый мир. Под конец уже видно, что... Ну, то есть, понятно, что в начале больше внимания уделяли. Как бы все равно, без претензий. Это не коммерческий проект. Вообще, все фанаты. Халфы должны сказать спасибо разработчикам. Эта модификация. Каналы. Отлично. Сюда спецназ, что ли, спускался? Окей, что это нам дает? Мне подлечиться маленько. Но сейчас вместо того, чтобы подлечиться, мне, конечно, еще намотают врагов. А, ну, смотри. Жалились. Так, хорошо. Слышу хамдаев внизу. Дверь не открывается. Так что идем обратно. Уже не зря сходили. Но, конечно, каждая, блин, войнушка с солдатами это испытание. Очень серьезные противники. Очень метко стреляют, очень слаженно действуют. Ой, игра, ну что ж ты тормозишь-то, блин, на ровном месте? Ни одна модификация к халфея никогда не тормозила. Но ты, блок мяса, ты можешь. Извините уж меня за технические сложности. Просто надо понимать, что это все-таки вещь не очень оптимизированная. Так, хорошо. Что же мы имеем тут? Тут нам нужно подняться как-то. Видимо. Ну как? Все-таки, похоже, туда придется возвращаться и там что-то думать. Других вариантов-то нет особо. Можно спрыгнуть опять по бортику. Что у вас тут лежит? Всякие консервы. Понятно. Сохранились и поперли. Стена тонкая-тонкая. Там, наверное, метр. Я слышу, что за ней. Так, мне похоже, я правильно пошел. Так, тихонько. Так, тихонько. Хорошо. Наверняка еще есть. Это все-таки стадное животное. Вернее, не стадное животное. Охотится в стае. Пройдет в таблетку. Да, твою-то... Ну, я никак, говорю, еще есть. Ага. А вы заметили, у них глаза светятся просто. Когда они начинают... Это место напоминает мультиплеерные карты к первому Half-Life'у. Не помню, как называется. The Fortress, по-моему, что ли. В свое время, помню, в компьютерных клубах загонялись на них. Суть в том, что внутри есть кнопка. И когда я ее нажимал, она закрывалась. И все, что снаружи, бомбила артиллерия. Ну, или авиация. Ну, короче говоря, все, кто умирали. И когда я нажимал кнопку, где-то, наверное, минут... Ой, минут, говорю, секунд двадцать было у людей, чтобы побежать и забежать, собственно, в эту крепость. Это было круто. Там, когда начиналась тревога, у народа просто паника, и они ломились там. Было круто. Так, куда же мы в итоге пришли? Солдаты, похоже, все-таки есть, да? Скорее есть, чем нет. Ребята, что-то мне это все не нравится. Так, провода под напряжением, очевидно. А там мы были. Все хорошо. Да наверняка военный. Слышу. Блин, да уже решите? Опять засада. Ну что ж вы какие неспокойные? Ёлки-палки. Да, байли. Повсенний патрон. Нужно попасть. Ну, конечно. Та, байли, ты посмотри, что делать. Вот хитрожопый. Блин, такие противники мне нравятся. Вот такие должны быть противники в играх. Не как в Call of Duty ты бежишь, враг встает там в метре от тебя и начинает стрелять. Где-то секунд через 30 только убивает. Потому что, блин, а то игрок может расстроиться, если его убьют. По-современной. Да, ёлки-палки, чё ж такое, блин, с преймрейтом. Ну, короче говоря, игра просто бросает вызов игроку. И это, на мой взгляд, очень круто. Рвут, просто рвут враги. Так и должно быть, по-моему. После каждой схватки, как правило, дают жизни, здоровье. Чтобы народ подготовился к следующей. Так, что за люки мы открываем? Не знаю. Та, блин, а! Что за жизнь? Я сейчас войду, киня. И вот опять. то есть было практически по полной и того и другого и теперь 51 процент так я понимаю где мы оказались ладно выходить отсюда сложно сложно а это еще что такое замечательно длинное поле знаете давайте на этом наверное завершим эту серию в следующий пойдем уже дальше и что-то меня тут рвут и это хорошо мне нравится такой челлендж что не нравится то то что игра чем дальше в лес тем толще партизаны как говорится все больше проблемы с оптимизацией все больше вылетов каких-то непонятных но по сути это конечно все мелочи по сравнению с тем что в результате разработчики этой игры нам дали а далее на палат полноценную первую часть на технологиях 2 это на мой взгляд очень круто увидимся следующей серии с вами был артур всего хорошего пока пока пока